как вы знаете мне уже 18 лет и я решил переехать жить в другую страну ему 9 лет и мы вместе решили сегодня затащить бедвардс дружище если ты хочешь выиграть майнкрафт с полным доступом подпишись на тумку и двух спонсоров по ссылке в описании а я кекс желаю вам удачи и всем привет дорогие друзья с вами я тумка и добро пожаловать на бедвардс со мной сегодня кекс кекс поздоровайся кекс в майнкрафте и сегодня мы решили поиграть бедвардс сегодня я решил отобрать подписчика со своей группы вконтакте чтобы вместе поиграть и затащить эту игру на оббери пока что ресурсики а я застрою нам кровать потому что к нам бежит филю летовый смотри смотри нам надо защищаться готов готовым от портой он уже у нас он уже у нас на острове давай мы тузи вовсю давай мы тузи его он сейчас просто улетит все давай продолжай продолжай короче закупаться ресурсами а я пойду Пойду-пойду-пойду за алмазами, наверное А слушай, я пойду и сломаю Блин, он застраивает, правда, свою кровать уже Но ничего, ничего страшного Сейчас я ему дам отпор, давай, друще, улетай Всё, я ему дал отпор И ломаю кроватку Хорош, сука Всё, кровать я ему сломал В общем-то, я так и, кстати, не успел договорить Я решил устроить отбор своей группы ВКонтакте Чтобы поиграть с подписчиком И отобрал кекса, вот Ему 9 лет, и мы вместе решили сегодня затащить Бедварс Так что, если вы тоже хотите попасть со мной в ролик То, можете, собственно Поставить лайк, написать его в комментариях Бам-бам-бам, улетай Всё, слушай, текст, расскажи что-нибудь о себе А вот, всем должно быть интересно, наверное, давай Не знаю, представлю, но... Вот сколько ты играешь в Майнкрафт? Я играю в Майнкрафт 3-4 года Ого, ничего себе Слушай, так получается, ты играешь с 7 лет в Майнкрафт? Офигеть, реально, реально офигеть Я играю в Майнкрафт 8 лет, но я играю с... Со скольки? Либо с 10, либо с 11 лет Вот мне сейчас, как бы, почти 19 Понятно, тебе сейчас 18, да? Да Фиолетовый, кстати Всё ещё жив, надо бы его, наконец-то, убить Братишка, ой, алмазную броню закупил Ничего себе ты крутой А можешь подарить мне её? Пожалуйста, отдай свою броню Ладно, он мне, конечно, её не отдаст Но, и убить его надо У меня железный меч О, слушай, ты красава, у меня всё ещё деревянный Хорош, просто хорош О, спасибо, реально, спасибо за такой подгончик Смотри, сейчас я, короче, закуплю броню И, этот, какие тебе нужны резы? Золото, там, железо Так, на тебе одно золото всего лишь, потому что у меня только одно есть Смотри, ты мне обещал вне серии, что ты нам покажешь крутую защиту кровати Ты нам покажешь её? Я тебе обещал, чтобы показать, как я строюсь, да? Так, да, покажи мне, короче, свою крутую застройку Покажи мне, как ты строишься Опа, такой какой-то бак с кроватями Так, давай, давай, я весь во внимании Показывай, показывай Так, удивляй, удивляй, давай Стой, а сейчас, что показывать? Как я строюсь или застроюсь? Да, ты говорил, что ты умеешь как-то необычно строиться Покажи мне это Я вообще обычную, на самом деле О, к алмазам простроиться как раз-таки Я как раз хотел алмазы собрать Для того, чтобы что-нибудь себе прокачать Давай Вот так вот я строюсь А мне обещали какой-то сверх крутой способ строительства Я думал, тут будет что-то слишком крутое А что это было сейчас? Ну, это, это, блин Это Андромеда, но только лучше А, он без шифта строит, смотрите Он шифт отжимает, зажимает Давай-давай, продолжай Давай, алмазиков достроимся Я продолжаю, я продолжаю А, продолжай, давай Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду Ой Ой, что-то пошло, видео не помогло. Ребят, всё нормально, всё в порядке. Если что, никто не пострадал, всё выполнено профессионалами. Бывают и такие моменты, всё в порядке. Зато мы записываем всё как есть, без монтажа, без вырезок. Ты мне говорил то, что тебе нужны эмеральды для обсидина, правильно? А, да, да. Всё, я пошёл тогда за эмеральдами, сейчас я тебе дам эмеральды. И сделаю нам охренительную застройку кровати. Ты мне обещал. Ты мне обещал крутую застройку, я на тебя рассчитываю. Сейчас я вторую эмеральду уже получаю. Вот, кстати, ребята, если вам нравится этот видос, то обязательно поставьте лайк, потому что именно лайки показывают то, насколько сильно он вам нравится. Ребята, только что случилась жесть. К моему подписчику пришли родители домой, и он был вынужден выйти с компьютера, он был вынужден покинуть эту игру, и я теперь остался один. Я остался один против двух красных, двух белых и одного жёлтого. Я не знаю, что мне теперь делать, но, кстати, я хотел вам кое-что рассказать, поэтому как раз-таки у меня есть такая возможность. Тут, кстати, валялся только что железный меч. Так вот, я хотел вам рассказать следующее. Сегодня 12 сентября, а в ближайшее... Ой-ой-ой, беленький, ты чего так меня пугаешь-то сильно? Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Напугал просто нереально. Ладно, перекусим с золотым яблоком. Кстати, у меня очень много ресурсов, очень много всего. Я могу себе позволить несколько огненных шаров, и могу также себе позволить, блин, в принципе, могу себе позволить алмазный меч, но вместо алмазного меча я предпочитаю эндер перлу. Отлично. И так вот, что же я хотел вам рассказать? Через две недели у меня произойдет очень серьезное событие в моей жизни, такое событие, которое, возможно, происходит один-два раза в жизни. Как вы знаете, мне уже 18 лет, и я решил переехать жить в другую страну. Да, это, наверное, вас подвергло в небольшой такой шок. Вот, я решил переехать в другую страну, и это именно то событие, которое у меня произойдет через две недели, даже менее двух недель. Поэтому, конечно, вы, скорее всего, разницу не заметите, потому что, когда я буду переезжать, я запишу заранее 4-5 роликов и буду их выпускать на ту неделю, в которую я не смогу их выпускать, в которую мне нужно будет освоиться в новой квартире, своим новым оборудованием, потому что я также заказал себе новый компьютер. Если вам интересно, я могу про это все записать отдельный ролик. Я заказал себе новое офигительное оборудование, новый компьютер, все новое. Почти всем из того, что пользуюсь сейчас, я попрощаюсь, и у меня все будет новое. Ай, стоять! Ты шо, офигел, шо ли, мыл кровать, это самое, поджигать? Ты кто такой, а? Тебя кто так учил? Скажи мне, пожалуйста, тебя кто так учил? О, смотрите, убежал, убежал, испугался, испугался, убежал, на, блин, не попал, но я промазал, еле-еле-еле. Еще чуть-чуть не попал. Ладно, братишка, ты фаерболами с вами пуляешься у меня, ладно, ладно, я тоже не промах, я тоже могу популять фаерболами, давай. Покажи мне себя. Интересно, он знает то, что я сейчас нахожусь над его головой или нет? А, нет, видимо, не знает. Очень жаль, братан, очень-очень жаль. Надо быть внимательным в следующий раз и не ловать мою кровать. Так вот, в общем-то, да, как я уже говорил, я переезжаю через две недели в другую страну. А, я же так и не сказал, куда я переезжаю. Многим наверняка интересно, многие такие думают, так, стоять! Ты кто такой, ты кто такой? Цыц, блин! Вот же блинчик, а? Взял, разрушил мою кровать. Так, у него еще лук в руках есть, надо с ним быть поаккуратнее. С этим челиком надо быть поаккуратнее. Так, давай, выглядывай. Высовывайся, Лелла67, давай. У тебя кровати нет? Кстати, ни у кого кровати нет, значит, ее нужно просто убить. Проблема в том, что у меня нет никаких фэрболов, никаких золотых яблок, только лук и меч. Только, а, что? Девочка, что это сейчас было? Это очень странно. Что она делает? Объясните мне, что это сейчас было? Я ее убил просто от нефиг делать. Она знала то, что я тут. Почему она вообще не смотрела в мою сторону? Ребята, это просто полный нонсенс. Я не знаю, как это можно иначе назвать и описать. Я возьму свою жемчугу эндера. Сейчас мне все это пригодится. Сейчас мы пойдем всех тащить просто. Ну, как всех? Я еще, кстати, купился защитника мечты. Неплохо. А, ну как, не всех тащить, а последнего нашего оппонента. Куплю для этого побольше золотых яблок. Да и, в принципе, все. Мне больше ничего не пригодится, чтобы его убить. Разве что могу улучшить свою броню. И все, наверное. Итак, остался последний оппонент. И я вам все-таки так и не рассказал, куда же я переезжаю. Переезжаю я жить в Москву. Ой-ой-ой, да. Переезжаю жить в Москву. Многие думали, что я и так живу в Москве. Но я вас удивлю в этом моменте. Я не живу в Москве. Никогда там не жил. Я живу на Кипре. Это такой остров, если кто-то не знал. Так и... Ах, ты засранец. Со своей невидимкой там. Ну ладно, ладно. Тикай, тикай. Сейчас я куплю себе этих фаерболов, и тебе будет плохо. Всю жизнь я жил на Кипре, где я живу и сейчас. И я переезжаю через две недели жить в Москву. Все думали, что я живу в России, но все это время я жил на Кипре. Это такой греческий остров, если кто-то еще не знает. Потому что, поверьте мне, много людей о нем не знают. Так вот, и я переезжаю жить в Москву. Почему? Я не знаю. Мне захотелось чего-то нового в своей жизни. Мне захотелось новых знакомств, нового общения и... Новой страны разнообразия, так сказать. Так, он текает, он валит. Не знаю, чего он испугался. Он же вроде как был такой уверенный в себе пацан. Ты же вроде был такой уверенный в себе парниша. Что изменилось вдруг, а? Вот сейчас, небось, возьмет какую-то невидимку опять и придет ко мне. А, он, кстати, идет уже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было очень даже жестко. Так, давай. Давай, братишка, мутузимся с тобой. Так, давай. Давай, ты умираешь уже. Все, ты уже умер. Ее, мы затащили эту катку. Я первое место занимаю по Акилам. Первое место, в принципе, затащил. И все очень здорово получилось. Правда, жалко, что без подписчика. Жалко, что ему пришлось уйти. Но ничего, я затащил за него. И надеюсь, что эта серия вам понравилась. Насчет моего компьютера, опять же, если вам будет интересно, чтобы я сделал какой-то обзор на свой новый ПК, на свое новое оборудование, на свою квартиру и что-то такое, то пишите об этом в комментариях. Я буду не против, может быть, даже какой-нибудь вложик записать на эту тему. Ну, а так же эти новых роликов. Новый ролик выйдет уже завтра. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Увидимся в новых роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok